Женщины-генералы в армии, а вместо товарища пан. В парламенте сегодня сделали первый шаг к изменению обращения и приветствия для военных, а еще поменяли условия выплат семьям погибших военнослужащих. Но не армия единой, позаботились и о предпринимателях. Как прошел этот парламентский день, узнаем от Елены Зориной. У здания парламента разнофлаговая мишанина пикет с требованием провести выборы по-новому и принять давно обещанную избирательную реформу. Запах предстоящих выборов сегодня витает и под куполом. За документы, о которых говорят протестующие, голосовать не спешат, больше выясняют отношения. Возможно, с октября, и это оптимистический прогноз, избирательный кодекс, депутаты все же начнут рассматривать. Пять тысяч правок. Даже если мы вынесем на голосование, то все равно на это понадобится не меньше, как полтора месяца. То есть, я думаю, три пленарных недели. А это полтора-два месяца мы будем рассматривать только правки. Оппозиционеры считают, что и срок в полтора месяца слишком большой тянуть дальше некуда. Но и в зале, и в кулуарах, как в той басне о лебеде, раке и щуке. У каждой фракции свои требования. Радикалы, к примеру, призывают подумать о социальном. Мы вымогаем сейчас в парламенте звиту уряда и главы нафтогаза Коболева про то, в чем необходимость повышения цен на газ. Миллионы людей отримывают копейчане зарплаты и пенсии. Решением уряда обмежено срезано обсяги споживания газа, которые дают право на нарахование субсидий. Мы вымогаем от уряда скасовать решение о том, чтобы обмежать право украинцев на отримание субсидий. Чтобы субсидии нараховались по нормам минулого и зимы. Мы вымогаем звиту в парламенте главы нафтогаза Коболева и его отставки. А начинают избранники с вопросов обороны. Решили позаботиться о семьях раненых и погибших военнослужащих. У нас государство выплачивает одноразовую помощь родине погибшего бойца. Еще уравнивают в правах женщин военнослужащих, а не как и мужчины. Теперь смогут проходить дольше службу по контракту, назначаться на должности и даже получать генеральские погоны. Следом берутся за изменения военного статута. Депутаты утверждают, так восстанавливают историческую справедливость. Один из избранников, который сейчас проходит службу в армии. Ради этого голосования тоже вернулся в зал. Я взял на один день отпуску для того, чтобы проголосовать сегодняшние архиважливые, как для меня и для многих военнослужащих, решения. Это символ отмоги от тоталитаризма, от расизма, от российского и от коммунизма. Потому что, чтобы вы понимали, за, например, тот час, что я пребываю в Збройных силах, только один раз командир до меня вернулся слава Украины и ему ответили героям слава. Законопроект принимают, но пока в первом чтении 284 «За». Новое приветствие военных звучит прямо в зале от депутатов. Слава Украине! Избранники вслед за военными вспомнили и о предпринимателях. Одобрили предложение о едином окне на таможнице. Очень важный закон с пропозициями президента, который проводит единое векно на митнице, высовывая от митного оформления разных контролеров, фитосанитарев, экологов, которые часто, зловживающие своими правами, получают коррупционную ренту с предпринимателей. А вот о наболевшем утверждении членов Центра избиркома, о чем последние дни говорили много, сегодня и не вспомнили. Видимо, все еще договариваются, но в оппозиции уверяют, что парламентарии больше заняты политагитацией, чем реальной работой. Парламент сейчас, по сути дела, является продолжением политических штабов, основных политических игроков. Парламентские фракции стали подразделениями политических компаний. В стране бедность, в стране высокие тарифы, высокие цены, в стране невозможно получить нормальное медицинское обслуживание. Поэтому мы считаем, что сессия парламента должна быть использована не для политиков, которые собрались на президентские выборы, а для людей. И решения должны быть приняты в интересах людей. И оппозиционный блок будет такие решения предлагать. Мы считаем важнейшим шагом этого политического сезона объединение всех политических сил, у которых есть общие ценности, у которых есть общие планы, общие цели. Поэтому мы будем инициировать такие объединения, мы будем в таких объединениях участвовать. Первая пленарная неделя пока не показатель всего политического сезона. Елена Зурина, Ксения Барвененко, Вадим Сверидонов и Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер». Игорь Негода «Интер».